МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Удочку по-прежнему клюют. Преступную группу подозревают в 30 эпизодах, причиненный ими ущерб более полутора миллионов рублей. Подозреваемые два жителя Новосибирской области, два с Алтайского края работали слаженно. Один звонил, представлялся родственникам, который якобы до полусмерти избил человека. Другой играл роль полицейского. Баб, ты мне поможешь. Я... Ну, нужно вроде того, что деньги. А я говорю, какую сумму денег надо. Я передаю трубку следователю. Следователь... Я говорю, какой... Сколько надо денег? Денег надо не меньше ста тысяч. После приезжал человек, который эти деньги забирал. Их перечисляли на заранее подготовленные банковские карты и обналичивали в разных регионах России. Сотрудники полиции проверяют задержанных, но причастность к другим подобным преступлениям. Уважаемые жители города Барнавула и Алтайского края, если бы вам на стационарный телефон позвонили мошенники, то ни в коем случае не расставайтесь с вашими собственными денежными средствами, а позвоните своим родственникам и уточните, что с ними произошло. А также необходимо позвонить на телефон 02 либо 128. Американские горки по Барнаульске. Жители микрорайона ВРЗ такому экстремальному аттракциону совсем не рады. Дорога, под которой ходит общественный транспорт, с наступлением весны превращается в полосу препятствий. Вот так выглядит пресечение улиц 8 марта и Карла Маркса. Люди говорят, что некоторые автобусы даже поменяли маршрут, чтобы не заезжать сюда. Пешеходам и вовсе не сладко, но резиновая обувь здесь вряд ли поможет. А вот дорожная техника могла бы. Добавим, что в 2018 году из федеральных средств на ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 765 миллионов рублей. За сутки вода ушла с более чем 100 приусадебных участков в Алтайском крае, сообщает Политсибру. По данным, на вечер минувшего дня их насчитывалось 311, а днем ранее эта цифра была на отметке 430. О чем еще пишут на страницах своих изданий журналисты Сибирской медиагруппы? Смотрите в обзоре. Что касается жилых домов, то подтопленными сейчас остаются 6 строений. Но вода по-прежнему не уходит с приусадебных участков Краснощоковского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского и Первомайского районов. Ликвидацией последствий паводка занимаются почти полторы тысячи человек. Привлечено более 500 единиц техники. Одинокий бульвар – так начинают свой материал корреспонденты бийского рабочего. А все потому, что по программе благоустройства городской среды в этом году в Наукограде отремонтируют лишь один объект. Изначально их было объявлено два. Отдать свои голоса за них бичане должны были 18 марта, в день выборов президента России. Да и во время пресс-конференции мэр Александр Студеникин сообщил, что наибольшее число голосов набрали Петровский бульвар и зеленая зона по переулку Гелева. Однако в протоколе значится лишь один Петровский, и эту информацию журналистам подтвердили в мэрии. Корреспонденты бийского рабочего пишут, что ремонтные работы ожидают еще один бульвар 50 лет в ЛКСМ, но, правда, уже по другой программе парки малых городов. Следователи Алтайского края подключились к поискам 15-летней школьницы Алины Матюшенковой. Из Барнаула сообщают корреспонденты Комсомольской правды Барнаул. Девушка пропала еще 26 февраля. В тот день она вышла из детского социального учреждения Краевой столицы и не вернулась. По данному факту проводится доследственная проверка. Известно, что родители девушки лишены родительских прав, и поэтому она находилась на воспитании в спецучреждении. Следователи сейчас выясняют причины и обстоятельства, из-за которых девочка могла в очередной раз уйти из центра. А делала она это неоднократно. А также устанавливают местонахождение школьницы. Поиски ведут и волонтеры отряда «Лиза-Алерт». Татьяна Голубева, Наши новости. Сегодня в Барнауле, как и по всему миру, открылась регистрация на сайте тотального диктанта. Проверка грамотности пройдет 14 апреля. До этого времени жители столицы могут оставить заявку, чтобы попасть на одну из девяти площадок города, в которой будет проходить диктант. Зарегистрироваться можно только на официальном сайте, создав личный кабинет. Текст будут читать в школах, библиотеках и вузах города. Также варнаульские организаторы решили впервые провести диктант в зале кинотеатра, специально для молодых ценителей русского языка. Всего аудитории примут порядка 800 человек. Тем, кому не хватит места за партой, можно написать диктант в режиме онлайн. Диктаторами в этом году станут известные медиаперсоны, работники культуры и образования, филологи. Всего в акции примут участие тысячи городов в 75 странах. По всему миру будет открыто 3000 площадок. Все ближе день премьеры театрального проекта «Большая сцена». А в группе режиссера Татьяны Столбовской разгорелись любовные страсти. Это еще и среди пенсионеров. Кто на сцене театра мускомедии решил тряхнуть стариной? Ответ в сюжете Артемия Панченко. Собрались на сцене провинциального ДК участники хора пенсионеров и развели Санта-Барбару. Таков сюжет пьесы, которую представит режиссер проекта «Большая сцена» Татьяна Столбовская со своими начинающими артистами. В этот раз я решила, поскольку вы снова в музыкальном театре, сделать все-таки музыкальный проект. Четыре старушки-фольклорницы и залихватский гармонист помимо танцев и песен забавно шутят, и то и дело впадают в театральную экспрессию. Вы гей, гей, гей. Мне некоторые знакомые говорят, ой, боже, зачем тебе это? Ну, я рассматриваю это как приключение. Коллектив у нас хороший, группа очень замечательная попалась. И, вы знаете, легко как-то. Когда услышала про большую сцену, я слышала очень давно, и всем говорила, ой, я бы поучаствовала, я бы точно поучаствовала. Многие артисты признаются, что прийти в совместный проект журнала «Автограф» и театра «Музкомедии» их побудил благотворительный аспект. Конечно, это очень здорово, что это возможность помочь ребятишкам. Мне кажется, это вообще очень круто. Я радуюсь за то, чтобы каким-то образом у людей сердца открывались и помогали ближним. Не пропустите вечер искрометного юмора. Премьера спектакля «Большой сцены» состоится 18 апреля в Театре «Музкомедии». Билетов осталось мало. Артемий Панченко, Николай Шилко. Наши новости. Поставят точку, волейбольный университет готовится к заключительным матчам чемпионата. В воле у календаря студенты закроют сезон играми в родных стенах. Произойдет это 7 и 8 апреля. В гости в Барнаул уже пакуют чемоданы игроки из клуба «Грозный» из одноименного города. Сейчас команда из столицы Чечни располагается на две строчки выше, чем будущие хозяева паркета. Это, соответственно, 7 и 9 места. Между собой коллективы в этом сезоне уже встречались. Тогда две победы отпраздновали грозненцы. Теперь университет намерен взять реванш. После травм в обойму вернулся целый ряд игроков. Итак, начало встреч в оба дня в 18 часов ровно. Место встречи неизменно. Спортивный комплекс «Победа». После этого студенты попрощаются с болельщиками до сентября. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В большинстве районов пасмурно, местами снег и довольно морозно. В Валейске, Бийске, Белокорихе и Заринске днем минус 2 на градус выше в Кулунде. В Барнауле днем ясно и около 2 градусов мороза. Ветер северо-западный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.